Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна Леон, добрый день. Будьте любезны, пожалуйста, выскажите свое мнение по такому вопросу. Почему американские олигархи, миллиардеры, почему в основном еврейского происхождения, всякие там Брины, Цукерберги, Сорос этот, вообще непонятно, как его земля носит. Почему они поддерживают, вот как выражается Сергей Зацепин, вот это леволиберальное отребие? Ведь республиканцы всегда были серьезные опоры, серьезного крупного бизнеса, а демократы же, они всегда опираются на толпу, на неизвестно кого, ну, как говорил Ленин, полезный идиот и все такое прочее. Какая там профессура, добираться. Будьте любезны, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Спасибо большое. С огромным удовольствием. Я, честно говоря, когда вопрос разворачивался, я решил же вопрос в том, а почему олигархи и евреи? И уже приготовился отвечать. А я хотел спросить, Леон, почему ты не олигарх? Они шибко умные просто, я менее. Но вопрос был в другом, и вопрос на самом деле очень правильный и красивый, который задают мне вот с тех пор, как я начал лекции читать по-английски. Это было, наверное, за год до того, как избрали Обаму. Я стал ходить лекциями, рассказывать, как похоже то, что говорит Обама, на то, что я привык слушать в коммунистическом обществе на каждом 1 мая и 7 ноября. Так вот, меня, значит, в конце, когда я говорил, есть вопросы, поднимали руку, и всегда первым вопросом было, объясните мне, пожалуйста, почему американские и евреи за демократов? Нет, я не могу этого объяснить. С моей точки зрения, вообще, совсем недавно демократическая партия просто стала партией антисемитской. Я никогда такого не говорил. Я всегда воспринимал демократов, ну, нормальных, есть психи там, есть нормальные, да, нормальных демократов, которые там, либо по традиции семейные, либо потому, что там что-то произошло изначально, да, привязались к чему-то, что-то понравилось, или что-то испугало у оппонентов. Они демократы, но они хотят того же самого, что и я, думал я. Они хотят, чтобы Америка хорошо жила, чтобы не страна, так сказать, не только страна, но и люди. Они хотят справедливости, они хотят там свободы слова и тому подобное. Так вот, все это абсолютно разрушилось в тот момент, когда, даже не тогда, когда Амар и прочие начали говорить антисемитские всякие вещи. В конце концов, я понимаю, что есть антисемиты, я понимаю, что люди, которые не любят черных, я понимаю, что люди, которые боятся там еще кого-то. Вот, это все понятно, да, нет проблем. Калустрофобия тоже существует у людей. А когда партия демократов сплотилась вокруг этих антисемитов и начала нам рассказывать, что ничего страшного они не сказали, что они просто не понимают, что говорят. Когда человек говорит, что на жидовские деньги кормят конгрессменов, и поэтому они голосуют за Израиль и вообще за евреев. И когда говорят, что евреи в Америке имеют двойную лояльность и неизвестно еще, какая лояльность для них важнее, Америка или другая страна, то это абсолютно просто выписки из того, что когда-то называлось протоколами сионских мудрецов. Калустрофобия существует, по миру ходит как махровый антисемитизм. Не может Нэнси Пелоси и уж тем более Шума не знать, что это и есть, не понимать, что это и есть антисемитизм. Суть антисемитизма, вот это оно и есть. И когда они ради партийной дисциплины, партийной сплоченности, борьбы за власть и тому подобное, решили сомкнуть ряды и прикрыть это своими телами, а осудить. Ребята, давайте жить дружно, вот что я вам написал. Да давайте все жить дружно, мы все хорошие люди, да. Вот с этого момента эта партия перестала... Вот с этого момента эта партия перестала для меня быть легитимной, а стала партией антисемитов, с которой надо бороться клыками, зубами и всем чем угодно. Вот, и чтобы совсем уже просто ответить вам на этот вопрос, если раньше я еще находил какие-то объяснения, то с этого момента нет. Не могу найти объяснений, совершенно с вами согласен. Но можно я добавлю, хотя вопрос был к тебе, можно я добавлю? Да, конечно, разрешаю. Это часто говорят, вот там побили геев там или здесь побили геев. Я говорю, то, что побили геев, это не главное. Или то, что ограбили старушку или изнасиловали девочку. Страшно, что общество на это не реагирует или игнорирует. Вот где настоящая болезнь. Не то, что один псих или кто-то чего-то такое сотворил. Болезнь вот в том-то и получилось в нашем Конгрессе, что сам Конгресс отреагировал на это, как будто ничего страшного не произошло. Замяли. Поэтому это и составляет больное общество. Мы начинаем жить в больном обществе. Почему евреи богатые, небогатые, разные евреи в демократической партии? Почему они за это? И еще при Обаме, когда Обама имел очень плохие отношения с Натаньяху и не помогал Израилю, критиковал Израиль, дружил с арабскими странами. Ирану дал миллиарды долларов, заключил с ними совершенно негодный договор о ядерном оружии, которое понятно, что оно будет использовано против Израиля. Есть болезнь. Я не знаю, как этот диагноз назвать. Например, ну я могу их назвать в моей культуре или культуре, которую я понимаю. Например, в России есть такая болезнь победобесия. Каким-то образом люди, которые к войне вообще никакого отношения не имеют, они вообще, многие не знали своих дедов, мы-то не знаем, чем наши деды занимались во время этой войны. Служили они в загранотряде, в НКВД или еще где-то, ну никто не признается. У всех деды были танкистами, летчиками, разведчиками, и от Москвы до Берлина дошли. И вот мы победили, и мы можем повторить, и мы можем... И вот иногда я их спрашиваю, вот ты, ты какое отношение к этому вообще имеешь? Ты что ли победил? Ты что ли когда-нибудь на войне был? Ты вообще знаешь, чем твой дед занимался? Может быть, он и был героем, но, наверное, нет, иначе тебя бы не было. Он или погиб бы, или был покалечен до такой степени, что уже он не мог создать семью, или еще что-то. Поэтому, ну эта болезнь, она там распространена. Они каким-то образом, молодые люди, думают, что они победили в этой войне, что это они в ней участвовали, не их деды, а они. Вот они принесли такое у себя в жертву. То же самое у евреев в Америке. Они каким-то образом чувствуют, что это они пережили погромы, концлагеря. Да, это были их бабушки, дедушки. И что это вот они участвовали, это их всегда репрессировали, это их всегда унижали. Хотя эти американцы, которые левые в Америке, они были рождены в Америке. Никто их никогда не репрессировал, никто никогда их жидом не называл, и морду им не бил. И синагоги их не и не жег, и в печи их не заталкивал. Они жили комфортно и свободно. Но каким-то образом у нас тоже, у нашего народа, есть вот эта вот болезнь, как будто мы это пережили. И поэтому теперь мы должны выступать как защитники всех вот этих вот обделенных, всех этих несчастных, кого обижают. Мы должны отдать свои деньги им. Ну, лучше, конечно, чужие деньги отдать. Ну, свои тоже иногда кидаем туда, как Сорос, как Цукенбергер. Ну, это вот я так думаю. Я не знаю, я прав или не прав, все равно можно аргументировать. А еще одна вещь, это то, что, я думаю, 99% американских евреев прошли через университеты. Они все имеют высшее образование. А в университетах они насосались вот этой социалистической инфекцией. В России, я вам хочу напомнить, революцию сделали не матросы с крестьянами. Это сделала интеллигенция. Это профессора, студенты, юристы, журналисты. И если вы посмотрите, кто это все там создал, это была вот эта вот средняя социалистическая интеллигенция, которая принесла эту заразу в мир. К сожалению, среди них было тоже много евреев. Вот, к сожалению, должен с вами согласиться. И, наверное, самая большая беда как раз в системе образования, в том уклоне, который приняла система образования в нашей стране. Тут я с вами должен согласиться. Вы представьте своего ребенка, которому в детстве рассказывали, как мучились ее родители, как они переживали этот антисимтизм, как убили его дедушку с бабушкой, проклятые фашисты. Потом он идет в университет, и в университете ему начинают это все разъяснять, как он должен быть благороднее, чем это. Он должен себя привести в жертву, потому что вот вокруг него так же страдают люди, как страдали его бабушка с дедушкой, папа с мамой. И это искажается. Еще раз, в какой-то момент человеческая мудрость у нас была заменена образованием. А потом в какой-то момент образование у нас заменили информацией. Из интернета, из телевизора. Ты можешь закончить теперь университет по интернету, получить это. Но когда человек имеет только информацию, а мудрости у него нет, традиций нет, то к хорошему это не приведет. Вот из этого и делаются революционеры. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филин. Алло, добрый день. Я просто хочу сделать маленький ремарк. Неправильно существует мнение, которое было создано демократами, о том, что республиканская партия – это партия богатых. 90% миллиардеров, которые живут в Америке, они демократы. И были всегда. Такие же так, как Иллиновы, Нью-Йорк, в Лос-Анджеле, где проживают все миллиардеры. Они, в принципе, все не демократы. Это реально. Просто люди неправильно, знаете, понимают понятие, откуда это пошло. И специально было создано понятие о том, что республиканцы – это только партия богатых. Это партия людей, которые работают среднеклассно. Они имеют отношения к богатым абсолютно. Это правда. Это правда. Но большинство людей не знают фундаментальную разницу между демократами и республиканцами. Фундаментальная разница не в том, что одни консервативные, а другие либеральные. Потому что если вы возьмете республиканца из Калифорнии, он намного либеральнее, чем демократы из Техаса. Но фундаментальная разница между этими двумя партиями – это что одна централизованная, она хочет сконцентрировать всю силу и все решения в Вашингтоне, в центре государства. А вторая – федеральная. Она хочет на федерации, что в штатах должны решать многие вопросы и бюджеты, сами штаты и сами районы. Она дезинцентрационная партия. Это республиканская. Но мы-то просто все выходцы оттуда, где все решалось в Политбюро в Москве, поэтому мы понимаем, что это хреново работает. К огромному сожалению, я совершенно согласен, Юра с тобой, к огромному сожалению, те, кого называют РИНО, то есть республиканцы только, так сказать, по названию, это люди, которые состоят в республиканской партии, но тем не менее являются вот этими стейтистами. Это не значит статисты, это означает люди, которые хотят централизовать власть. И вот некоторое количество президентов, которых мы избирали, которые мне, так сказать, нравились и прочее, оказались вот людьми, которые хотят добавить программу, добавить бюрократию, увеличить расходы на правительство, вместо того, чтобы, как говорил Роналд Рейган, а до него, так сказать, сотни других людей, уменьшать, расцентрализовывать, давать возможность людям на местах решать свои проблемы. Это совершенно разные подходы, совершенно правильно. Один – это планирование сверху, в любом смысле этого слова, начиная от того, чему учить детей и, кончая, сколько там, так сказать, денег забирать у людей, потому что очень хочется. А другое – это раздать как можно больше полномочий по штатам, по городам, по местным советам и тому подобное. А оставить централизованную власть исключительно для целей, для которых она была создана – защищать нас со всех точек зрения этого слова. – Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. – Вы еще раз, извините, пожалуйста, я просто хочу не согласиться. Просто республиканцы, те, которые в Калифорнии, они выбрали достойных кандидатов сейчас в Конгрессе, лидеры меньшинства. И другие люди достойные. А демократы, которые в Тексисе, они выбирают, которые сейчас в Тексисе, блатильцы президента, абсолютно левые и еще. Поэтому в данном случае я уже не согласен. Сейчас уже этого такого уже нет. Если ты республиканец, ты уже республиканец. То есть демократы уже левые и все. Это было раньше. – Ну, после того, как 40 с лишним республиканцев покинули Конгресс, наверное, немного он стал представлять не… Хотя их стало меньше, но они стали более ярко рыжными республиканцами. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. – Алло? – Да, пожалуйста. – Здравствуйте. Вы знаете, очень тревожная тенденция. Дело в том, что в 2018 году было избрано большое количество мусульман в различные ветви власти. Начиная с федеральных, кончая муниципалитетами. – Муниципалитетами. – Муниципалитетами. – Уровнем. – И все они, естественно, демократы. То есть идет смычка левых, то есть всех демократов с радикальным исламом, потому что нерадикального практически нет. Я читала Коран, нет такого понятия нерадикальный ислам. И вот с антисемитизмом борются только республиканцы, борются евангелисты, борются уже и протестанты и так далее. Какая, как вы думаете, тенденция, смогут ли они выиграть в этой борьбе с мусульманами? Потому что это, сами понимаете, какое явление. Спасибо. – Ну, вы знаете, если у нас есть определенное количество мусульман в стране, то значит у нас будет определенное количество людей этой веры в муниципальных и в других органах. Дополнительно к этому демократы раздули этот сентимент о том, что исламопобия, исламофобия. И поэтому это передает, так сказать, люди идут на выборы. Если там мусульманский кандидат, они как с Обамой, они пытались показать, что они не расисты, и сейчас они пытаются показать, что они не исламофобы. Что это значит, я не очень понимаю, но неважно. Значит, вот они это показывают, поэтому у нас и выскочили несколько девушек таких. Причем интересно девушек, потому что на самом деле в исламе женщина это имеет совершенно не то положение, которое имеет мужчина. Она вещь, она передается, так сказать, из рук в руки от отца семьи отца к семье мужа, и она себе не принадлежит. Вот каким образом это происходит, нужно сказать, что поразительно, потому что, вот смотрите, в Америке несколько мусульманских женщин, там, вот самая Линда Сарсур, да, еще там, так сказать, Амар, там, так и прочее, они все в платках, все, так сказать, там, за ислам, и никто не говорит им к ноге. Интересно, да? Вот, ну, ничего страшного в этом нету. Меня очень расстраивает и забавляет, что наши левые, которые все за то, чтобы мы жили дружно и никого не обижали и прочее, они смыкаются с мусульманами, прекрасно с ними живут и вместе действуют, несмотря на то, что исламизм требует, там, так сказать, забивать геев камнями, забивать жен, про которых муж сказал, что она ему изменила без всяких доказательств, там, и тому подобное. То есть, законы шариата, которые, так сказать, не мое дело, как они живут, пусть живут как котят, но чтобы они не приносили это домой, к тому мне. Вот законы шариата, ну, никак не могут, никак не могут с либералами существовать. И, тем не менее, поразительно, они сосуществуют и прекрасно входят в блоки друг к другу. Что мне говорит о том, что либо те, либо другие, они лгуны. Маленький пример, и я, так сказать, передаю, что называется, трубку дальше. У меня сосед новый есть, он мусульманин. А, значит, и говорит мне как-то, заходи, там, дом, так сказать, симпатичный, там, вечером выпьем. Я говорю, подожди, ты же сказал, что ты мусульманин. Он говорит, ну, я говорю, тебе же нельзя пить. Он говорит, так я же тихонько, за домом. Я хочу добавить, я добавлю тебе, что поправить чуть-чуть. Конечно, в нашем обществе, как уважаемые слушатели сказали, там нас защищают протестанты, нас защищают католики, нас защищают все, кроме евреев. Мы сами себя почему-то не защищаем от этой силы. Традиционно. Хочу чуть-чуть поправить. К сожалению, времени больше нет, друзья мои. Все, спасибо огромное. Два часа, счастливо, два ваших четыре, так что спасибо большое, всем привет. Мне надо было исправить про ислам, неправильно сказать. Мы вернемся к этой теме обязательно и исправим. Потому что это неправильно. Не надо путать арабов с исламом. Я воевал вместе с этими ребятами, выпивал. И отлично есть. Есть страны, где мусульманские страны, где женщины-президенты этих стран. Разные они бывают. Мы просто немножко путаем арабов с арабов. Окей, все. Все, мы вернемся к этой теме, обещаю. Спасибо огромное. Леон Майнштейн, Юрий Гайдабах. Спасибо.